всем привет друзья и это видео урок как играть над зандрам самого начала во первых нужно чтобы он лежал на чем-нибудь мягком это могут быть ваши коленки это может быть подушка мягкая причем разная мягкость дает разный сустейн то есть разное время затухания и также разное положение на коленях тоже влияет на звук то есть если мы поставим вот так вот как бы глубоко прижав к животу будет такой легкий сустейн то есть не очень большой сустейн это удобно вообще можно регулировать то есть когда сустейн быстрый можно играть быстрые мелодии когда сустейн длинный можно играть медленные мелодии и также по настроению звук как бы долгий он резонирует так вот по-особому короткий тоже по-своему теперь следующее положение можно поставить зендрам как бы замкнув также коленки либо их разомкнув ну то есть вот уже на краешке до себя поставив уже будет сустейн побольше давайте сравним ну как слышно уже сустейн меньше теперь попробуем на подушке как слышно сустейн длинный помните что для игры на зендрам нужна мягкая поверхность если вы поставите на твердую начнете играть то будет неприятный звук давайте послушаем как как это будет так пожалуйста не делайте как слышно звук будет хорошо идти когда барабан находится на мягком теперь как бить палочками это очень важно многие допускают ошибку взяв палочки вот так и например бьют вот так нужно взять палочки вот так чтобы был отскок либо вот так то есть глубина тоже может быть разной как вам удобно я советую где-то около середины поставить где-то ну после середины чуть-чуть вот так но можно и вот так ну и конечно же бить нужно по лепесткам если будете бить мимо лепестков соответственно звук не будет а попадая по лепесткам он прекрасно звучит теперь мой совет как осваивать инструмент интуитивно иногда бывает так что человек начинает играть хаотично по всем лепесткам одновременно например вот так вот я советую не играть сразу по всем лепесткам а использовать только группы лепестков по четыре по шесть по восемь лепестков то есть исследуйте инструмент делайте ограниченные группы лепестков и слушайте как они звучат и тогда вы будете находить всегда разные мелодии разные комбинации они дают всегда свое настроение ищите его кайфуйте развивайтесь вы становитесь как ученый исследуете как бы исследуйте как звук на вас влияет и конечно же играйте в разных местах дома на природе в лесу в гостях и также в разное время утром можно вечером то есть искать тоже по состоянию всем спасибо за внимание следите за нашими видео и дальше будет еще интереснее